Глава четырнадцатая Он приехал в Тифлис восьмого. На следующий день я познакомился с ним, и дней в восемь или девять я говорил с ним и обдумывал, что он может сделать для нас впоследствии, а особенно, что нам делать с ним теперь, так как он очень сильно заботится о судьбе своего семейства и говорит со всеми знаками полной откровенности, что пока его семейство в руках Шамиля, он парализован и не в силах услужить нам и доказать свою благу. Благодарность за ласковый прием и прощение, которое ему оказали. Неизвестность, которую он находится насчет дорогих ему особ, вызывает в нем лихорадочное состояние, и лица, назначенные мною, чтобы жить с ним здесь, уверяют меня, что он не спит по ночам, почти что ничего не ест, постоянно молится и только просит позволения покататься верхом с несколькими казаками. Единственное для него возможное развлечение и движение, необходимое вследствие долголетней привычки. Каждый день он приходил ко мне узнавать, имею ли я какие-нибудь известия о его семействе, и просит меня, чтобы я велел собрать на наших различных линиях всех пленных, которые находятся в нашем распоряжении, чтобы предложить их Шамилю для обмена, к чему он прибавит немного денег. Есть люди, которые ему дадут их для этого. Он мне все повторял, спасите мое семейство, и потом дайте мне возможность услужить вам. Лучше всего на лесгинской линии, по его мнению. И если по истечении месяца я не окажу вам большой услуги, накажите меня, как сочтете нужным. Я ему ответил, что все это кажется мне весьма справедливым, и что у нас найдется даже много лиц, которые не поверили бы ему, если бы его семейство оставалось в горах, а не у нас в качестве залога. Что я сделаю все возможное для сбора на наших границах пленных, и что, не имея права по нашим уставам дать ему денег для выкупа в прибавку к тем, которые он достанет сам, я, может быть, найду другие средства помочь ему. После этого я ему сказал откровенно мое мнение о том, что Шамиль ни в коем случае не выдаст ему семейство. Что он, может быть, прямо объявит ему это, обещает ему полное прощение и прежние должности, погрозит, если он не вернется, погубить его мать, жену и шестерых детей. Я спросил его, может ли он сказать откровенно, что бы он сделал, если бы получил такое объявление Шамиля. Хаджимурат поднял глаза и руки к небу и сказал мне, что все в руках Бога, но что он никогда не отдастся в руки своему врагу, потому что он вполне уверен, что Шамиль его не простит, и что он бы тогда недолго остался в живых. Что касается истребления его семейства, то он не думает, что Шамиль поступит так легкомысленно. Во-первых, чтобы не сделать его врагом еще отчаяннее и опаснее, а во-вторых, есть в Дагестане множество лиц, очень даже влиятельных, которые отговорят его от этого. Наконец он повторил мне несколько раз, что какая бы ни была воля Бога для будущего, но что его теперь занимает только мысль о выкупе семейства. Что он умоляет меня во имя Бога помочь ему и позволить ему вернуться в окрестности Чечни, где бы он через посредства из дозволения наших начальников мог иметь сношение с своим семейством, постоянное известие о его настоящем положении и о средствах освободить его. Что многие лица и даже некоторые наибы в этой части неприятельской страны более или менее привязаны к нему. Что во всем этом населении, уже покоренном русскими или нейтральным, ему легко будет иметь с нашей помощью сношение, очень полезное для достижения цели, преследовавшей его днем и ночью, исполнение которой так его успокоит и даст ему возможность действовать для нашей пользы и заслужить наше доверие. Он просит отослать его опять в Грозную с конвоем из двадцати или тридцати отважных казаков, которые бы служили ему для защиты от врагов, а нам для ручательства в истине высказанных им намерений. Вы поймете, любезный князь, что все это очень озадачило меня, так как что ни сделай, большая ответственность лежит на мне. Было бы в высшей степени неосторожно вполне доверять ему, но если бы мы хотели отнять у него средства для бегства, то мы должны были бы запереть его, а это, по моему мнению, было бы несправедливо и неполитично. Такая мера, известие о которой скоро распространилось бы по всему Дагестану, очень повредила бы нам там, отнимая охоту у всех тех, а их и много, которые готовы идти более или менее открыто против Шамиля и которые так интересуются положением у нас самого храброго и предприимчивого помощника имама, увидевшего себя принужденным отдаться в наши руки. Раз что мы поступили бы с Хаджимуратом как с пленным, весь благоприятный эффект его измены Шамилю пропал бы для нас. Поэтому я думаю, что не мог поступить иначе, как поступил. Чувствуя, однако, что можно будет обвинить меня в большой ошибке, если бы вздумалось Хаджимурату уйти снова, в службе и в таких запутанных делах трудно, чтобы не сказать невозможно идти по одной прямой дороге, не рискуя ошибиться и не принимая на себя ответственности. Но раз что дорога кажется прямой, надо идти по ней, будь что будет. «Прошу вас, любезный князь, повергнуть это на рассмотрение его величеству государю-императору. И я буду счастлив, если Августейший наш повелитель соизволит одобрить мой поступок. Все, что я вам написал выше, я также написал генералам Заводовскому и Козловскому для непосредственных сношений Козловского с Хаджимуратом, которого я предупредил о том, что он без одобрения последнего ничего сделать и никуда выехать не может. Я ему объявил, что для нас еще лучше, если он будет выезжать с нашим конвоем, а то Шамиль станет разглашать, что мы держим Хаджимурата в заперти, но при этом я взял с него обещание, что он никогда не поедет в Воздвиженское, так как мой сын, которому он сперва сдался и которого считает своим кунаком, то есть приятелем, не начальник этого места и могли бы произойти недоразумения. Впрочем, Воздвиженское слишком близко от многочисленного враждебного нам населения, между тем, как для сношений, которые он желает иметь со своими поверенными, грозное удобно во всех отношениях. Кроме двадцати избранных казаков, которые по его же просьбе ни на шаг не отстанут от него, я послал ротмистра Лорис Меликова, достойного, отличного и очень умного офицера, говорящего по-татарски, знающего хорошо Хаджимурата, который, кажется, тоже вполне доверяет ему. Десять дней, которые Хаджимурат провел здесь, он, впрочем, жил в одном доме с подполковником-князем Тархановым, начальником Шушенского уезда, находящимся здесь по делам службы, это истинно достойный человек, и я ему вполне доверяю. Он также заслужил доверие Хаджимурата, и через него одного, так как он отлично говорит по-татарски, мы рассуждали о самых деликатных и секретных делах. Я советовался с Тархановым насчет Хаджимурата, и он совершенно согласился со мной в том, что или следовало поступить, как я поступил, или заключить Хаджимурата в тюрьму и сторожить его со всеми возможными строгими мерами. Потому что уже раз обращаться с ним худо, его нелегко стеречь, или же удалить его совсем из страны. Но эти две последние меры не только бы уничтожили всю выгоду, вытекающую для нас из ссоры между Хаджимуратом и Шамилем, но приостановили бы неизбежное всякое развитие ропота и возможность возмущения горцев против власти Шамиля. Князь Тарханов мне сказал, что сам уверен в правдивости Хаджимурата и что Хаджимурат не сомневается в том, что Шамиль никогда его не простит и велит казнить, несмотря на обещанное прощение. Единственная вещь, которая могла бы озаботить Тарханова в его сношениях с Хаджимуратом, это его привязанность к своей религии. И он не скрывает, что Шамилю можно будет действовать на него с этой стороны. Но, как я уже говорил выше, он никогда не убедит Хаджимурата в том, что не лишит его жизни или сейчас, или спустя несколько времени после его возвращения. Вот все, любезный князь, что я хотел сказать вам насчет этого эпизода здешних дел.